Добрый день, дорогие друзья! Мне поставили задачу совершенно невыполнимую – рассказать, как приготовить статью на английском языке за час. Я постараюсь уложиться, но это будет такое путешествие на воздушном шаре, и мы посмотрим на этот процесс сверху. Меня зовут Светлана Сучкова, я директор Центра академического письма, и я ношу много разных головных воров. Сегодня я скорее буду выступать в роли рецензента и редактора журнала, а также преподавателя и автора курсов по академическому письму, ну, будучи еще директором Центра письма, потому что у меня много учебников, много курсов, много книг. Ну, в общем, мы все «Jack of all trades» немножечко. Что мы сегодня будем делать? Мы сегодня поговорим и остановимся на трех таких больших этапах. Мы поговорим об ожиданиях участников публикационного процесса и о стадиях публикационного процесса, потому что нужно понимать всю вот такую вот кухню изнутри, прежде чем писать. И об этом очень мало говорят и мало пишут, и я считаю, что это очень важно. Дальше мы посмотрим и поговорим о причинах отказа в публикации со стороны редакторов журналов, ну, хороших журналов. И попробуем отрефлексировать, что же нужно сделать, чтобы получить не отказ, а получить аксепти. Ну и дальше я остановлюсь немножечко на стратегиях успешной публикации. В данном случае мы будем говорить о статье на английском языке. Мы начинаем с того, что успех публикации, конечно же, стоит вот на таких трех китах, как в той красивой легенде. И первым китом является, естественно, глубокое исследование, потому что если нет исследования, которое интересно сообществу, если оно плохо сделано, то никакой публикации не может быть. Об этом мы не будем говорить, потому что это абсолютная территория самого ученого. Поэтому он отвечает за то, насколько качественно, насколько глубоко сделано его исследование. Но вам, как начинающим исследователям, наверное, может помочь здесь совет вашего научного руководителя, а также коллег. Поэтому это мы оставим немножечко в стороне. Вторым важным аспектом для успеха публикации – это выбор журнала. И мы немножечко поговорим об этом, поговорим о том, как выбирать журнал, как его оценивать. Это тоже половина успеха публикации. Ну и, естественно, поговорим немножечко о том, каким образом, какую форму и какой язык нужно выбирать для научной публикации. Итак, вот мы остановимся на этих вот моментах. Начнем с публикационного процесса. Итак, вы написали статью, она у вас готова. Вы ее проверили всяческим образом, и вы подаете публикацию. Кому же она попадает? Она попадает сначала к главному редактору. И первый просмотр статьи может занимать всего несколько минут. И главный редактор потом, если у него складывается впечатление, что это публикуемая работа, publishable, то он передает ее редактору-помощнику, который курирует ту или иную отрасль. Он более глубоко осведомлен в той области исследования, в которой есть статья. Что происходит дальше? Дальше решение принимает дисциплинарный редактор, и он либо выкидывает эту статью, то есть это отказ, опять же, либо он передает ее рецензентам. И дальше рецензенты читают. Это, по-моему, первые читатели, которые читают статью от начала до конца. Очень многие исследователи их не любят. На Фейсбуке есть прекрасная группа, где люди делятся, что пишет второй рецензент и смеются над этим. Но на самом деле рецензентов нужно любить, и я скажу попозже, почему рецензентов нужно любить. Итак, читают рецензенты, и дальше они принимают решения. Решений обычно бывает несколько. Только это может быть принять полностью, что бывает чрезвычайно редко, принять с большими изменениями, принять с малыми изменениями и отказать. Поэтому любое accepted, будь то даже с большими изменениями, это уже прекрасная победа. И, соответственно, можно праздновать. Информирует автора об этом, автор празднует или негодует. Но если автору повезло и у него оценка accepted, то он работает над замечаниями рецензентов и редактора и подает статью заново. То есть это вот так вот очень быстро в виде таких мультипликационных этапов шаги публикационного процесса. Итак, для того, чтобы главный редактор после первого просмотра очень быстрого принял к публикации работу, на что он смотрит? Он смотрит в первую очередь на сопроводительное письмо. Сопроводительные письма часто бывают по почте, иногда это бывает форма на сайте журнала. Но, тем не менее, это определенный жанр, и в этом может быть отдельный семинар, как писать сопроводительное письмо. Но в нем должна быть полностью информация. И главное, сопроводительное письмо отвечает на вопрос, собственно, почему в этот журнал и насколько поможет ваша работа журналу процветать. Потому что давайте мы запомним, что это бизнес, журнальный бизнес, и они заинтересованы в том, чтобы на рынке журналов занимать лидирующее место. Дальше редактор смотрит на заголовок и аннотацию. Это то, что видят все, когда статья опубликована, и то, как вас ищут в базах данных. Поэтому это очень важные аспекты. И поэтому и потому может быть тоже целый семинар о том, как писать. Дальше он смотрит быстро, просматривает визуальное представление данных. Это какие-то графики, это какие-то таблицы, это могут быть какие-то снимки в зависимости от вашей области знаний. И он обязательно читает первые и последние абзацы. Поэтому, когда вы будете писать, это вот вам лайфхак. Нужно очень красиво, выверенно написать первые и последние абзацы, первые выведения и последние выводы. Мы чуть-чуть позже поговорим, почему. А дальше, конечно, он смотрит на список литературы. Но главные вопросы, на которые отвечает главный редактор, это подходит ли статья по тематике журналу. И понятно ли написан текст. Понятно, что нет ничего в этом мире абсолютно перфектного. Но, тем не менее, понятно ли написан текст. Идем дальше. Итак, главный редактор передал вашу работу дисциплинарному редактору. Что же ищет он? Он отвечает на вопрос, что нового внесет статья в существующий уже объем знаний. Потому что на страницах журнала обычно происходит какая-то дискуссия. Какую-то тему обсуждают со всех сторон и пытаются углубить знания в данной области. И поэтому актуальность и новизна тематики, вклада, очень важна. Потому что это можно принести как раз пользу всему сообществу, и в том числе и читателям этого журнала. Далее очень любопытно, что обращают внимание на соответствие требованиям журнала. Ну и, естественно, на отсутствие плагиата. Потому что у каждого хорошего журнала есть своя система проверки статьи на плагиат. И иногда можно увидеть, что некоторые статьи ретрогированы из-за плагиата. Поэтому на это обращайте, пожалуйста, внимание. Это очень-очень важно. Итак, дисциплинарный редактор решил, что ваша статья может внести какой-то вклад. Здесь есть интересные выводы. Оно оригинально. Оно расширяет объем знаний, которые существуют в этой области. И он передает ревьюерам. Как я уже сказала, рецензенты – это люди, которые читают работу не бегло, не скимминг, а читают ее от начала до конца. И они фактически решают, насколько качественно это исследование. Они, естественно, смотрят также на новизную актуальность. Но они еще обращают внимание на тот вопрос исследовательский или на ту проблему, которая поднимается в исследовании. И насколько методы соответствуют этой задаче поставленной, насколько результаты и выводы соответствуют поставленной задаче. Они смотрят, естественно, и на владение литературой, потому что понятно, что человек не существует в безвоздушном пространстве. Говорят, что мы стоим на плечах гигантов, то есть тех людей, которые что-то сделали до нас в этой области. Они смотрят еще и на данные, на их аккуратность, на их представление и на правомерность выводов. Поэтому это те люди, которые читают наши работы. Возникает вопрос, кто же это такие люди. Люди могут стать рецензентами сами, либо это известные ученые, которые что-то сделали в этой области. Это публикующиеся ученые. И вообще, собственно, зачем нужны рецензенты? Сам процесс рецензирования, он очень важен как для авторов, так и для рецензентов, так же и для редакторов журналов, поскольку это объективная оценка тех методов и результатов исследования, которые опубликованы в журнале. Кто это может сделать? Конечно же, те люди, которые занимаются какой-то проблемой сходной или этой же проблемой, или, по крайней мере, более узкой области. То есть это специалисты в этой области. Для редакторов это является механизмом контроля качества. И поскольку я говорила уже о том, что это журнальный бизнес, это бизнес, поэтому каждый журнал, естественно, хочет, чтобы у него был повышен его индекс как журнала. Соответственно, это может быть только тогда, когда статьи из этого журнала цитируются, когда они читаются, когда они востребованы. Поэтому вот сама система рецензирования очень важна. Для рецензентов это услуга научному сообществу, потому что когда-то, когда они были начинающими учеными, то им тоже кто-то помог, прочитав эту работу внимательно, дав какие-то комментарии, возможно, порекомендовав какие-то ресурсы. И нужно обязательно знать, что для рецензентов это абсолютно бесплатная работа, это волонтерская работа, потому что они таким образом помогают науке, помогают своему сообществу. Для авторов же это просто бесплатные советы, потому что конструктивная критика очень важна. Один в поле не воин – это наша с вами поговорка, потому что когда вы даже посмотрите на свою работу через какое-то время, вы можете сами увидеть какие-то недочеты или какие-то совершенно дороги, куда могло бы пойти исследование в дальнейшем. Поэтому такая пара новых свежих глаз, она очень важна, тем более, что это люди, которые занимаются сходной дисциплиной, поэтому рецензирование очень важно. Итак, мы говорили о том, что процесс пошел очень хорошо, и работа дошла до публикации. Кто же принимает решение о том, что работа в публикации будет отказана? Давайте сделаем вот что. Я пока вот тут глотну воды, а вы напишите мне в чате, закончите два предложения. Как вы думаете, какой процент существует отказов в публикации? Это первое предложение. И второе предложение – статья на английском языке может быть отклонена потому, что 60% написано неакадемическим языком, 30-40% пишет Полина, 50-60%. А какая причина может быть 70-80%, 50%, 70% неакадемический язык, стилистическое несоответствие, 50% написано плохо грамматически и стилистически, то есть poor English, not readable. Хорошо, спасибо большое за участие. Смотрите, что происходит. Вот такая есть статистика. 21% всех статей выкидывается в корзину при самом первом просмотре редактора. Вот он посмотрел на несколько минут и понял, что нет. Я уже говорила, какие он вопросы себе задает. До 60% отказов идет на стадии редактора дисциплинарника. И на самом деле рецензенты в данном случае могут только советовать редактору принять или отклонить, но принимает решение редактор, а не рецензент. Если мы будем говорить о базах, в которых есть высоко цитируемые peer-reviewed journals, то вот смотрите, для Шпрингера это 68% и для всего конгломерата Nature до 90%. То есть получается, что две трети всех работ, которые подаются, они идут в отказе. И интересно, что мы как-то проводили такой круглый стол и выступали на круглом столе ученые с мировым именем и много печатающиеся. И когда я задала вопрос, поднимите руки, пожалуйста, кому хоть раз отказывали в публикации, практически все подняли руки. Поэтому это, конечно, статистика. Она достаточно печальная статистика. Но вот по поводу причин. Посмотрите, пожалуйста. Вот несколько человек написали Poor English. На самом деле ни один из журналов, вот здесь есть, видите, раз, два, три, четыре, пять, шесть исследований, не отказывает в публикации, потому что плохой английский язык. Вы понимаете, что на английском языке говорит весь мир и практически одна только, по-моему, третья всех англоговорящих приходится на долю тех, у кого английский родной язык. Все же остальные это является либо вторым языком, либо, как сейчас говорят, additional language. Но посмотрите, где сходятся практически все журналы. Если не тот выбран метод или устаревший метод или неподходящий метод к поставленной задаче, если нет дискуссии и она не прописана, а это очень важный аспект. Кстати, российские ученые плохо пишут этот раздел, потому что у нас не всегда бывает в российских журналах такой раздел. Дискуссия. Дискуссия очень важна, потому что вы показываете, как вы вступаете в тот диалог, который происходит вокруг проблемы. Либо неадекватное literature review, то есть человек мало читает, он что-то пишет, но не знает, что пишут другие. Либо непонятен совершенно вклад. Но это не совсем английский язык. Но что важно, может быть, вот то, что вы имели в виду, когда говорили, что не академический язык или не стилистический язык, я бы сказала, что здесь нужно говорить о языке, который трудно воспринимаем. Он difficult to follow. И в данном случае это не имеет значения, насколько он академический или неакадемический, потому что на самом деле во всех дисциплинах 70% лексики, она академическая. Поэтому так или иначе она будет. Итак, чтобы закончить этот аспект, существует три группы главных отказов. В первую очередь это некачественное исследование. То есть оно не новое, либо есть какие-то ошибки в методах, либо вы ставите задачу, но не обосновываете выводы, не относятся к задаче. То есть это такое тело, но без головы, или голова без тела, или с другим телом. И это неосведомленность в каких-то последних трендах, когда люди не очень много читают. Вторая группа – это несоблюдение требований журнала. Это либо несоответствие тематике. То есть у вас может быть прекрасное совершенное исследование, но оно не подходит по тематике данному журналу, не входит в его сферу. Либо это нарушение стилевых, я в данном случае говорю не про регистр, не про стиль изложения речи, как формальный, неформальный. А стиль – это как свод правил для оформления, который принят в журнале. Мы об этом чуть-чуть поговорим, и я вам покажу небольшую иллюстрацию этого. И третья группа – это неясность изложения. То есть когда мы отступаем от принятых норм, когда есть непривычная лексика или текст трудно читаемый. На этом мы тоже сегодня немножечко остановимся. Итак, посмотрите, на этом этапе какой должен быть takeaway и что я хотела бы сказать еще раз проговорить. В первую очередь, конечно, должно быть исследование. Если нет исследования или оно не закончено, то никакой публикации не состоится. Второе – нужно, конечно же, читать то, о чем пишут люди в вашей области. Мы об этом тоже поговорим. Ну и, конечно же, третье – работать над языком изложения. И для этого нужно знать некоторые правила, о которых мы сегодня тоже скажем. Конечно, статистика ужасающая, но хорошая новость в том, что журналы ищут качественные статьи. Журналам нужны хорошие авторы. И если у вас есть исследования, то вы точно среди такого количества журналов вы можете точно совершенно найти свой, и в том числе из 22 тысяч рецензированных журналов. Конечно же, публикуется огромное количество статей онлайн, существует вообще база. Вот сейчас уже, конечно, больше, наверное, 50 миллионов, потому что у меня вот исследование 2008 года. Человек решил посчитать, сколько всего есть исследований. Но одним словом, что для каждого исследования есть поле, для каждой темы есть свой читатель и есть свой интерес. Поэтому отчаиваться не нужно, если есть исследование, если есть интерес к исследованию. Это очень прекрасно, что вы начинаете свою карьеру с интереса к исследованиям, потому что наука – это глобальная такая штука, где нет границ. Это прекрасно, то есть вы точно совершенно найдете свой какой-то участок, в том числе свой журнал. Итак, что нужно знать? Я не напрасно сказала, что есть правила игры, потому что можно смотреть на этот процесс как на игру, как любую серьезную игру, как, например, игру в шахматы. Есть определенные правила, по которым играют. Если же нарушение правил, то игра не состоится. Она может быть абсолютно любая. Вот публикационный процесс, на мой взгляд, это тоже своего рода игра, и поэтому мы должны знать ее правила, и тогда мы сохраним себе время, мы сохраним себе эмоции. Мы также сохраним время тех людей, которые сходят с ума в качестве редакторов, потому что иногда редакторы говорят, боже мой, как же мне все это надоело, почему же авторы не читают то, что мы рекомендуем делать. И, конечно, по правилам всегда жить проще, поэтому давайте посмотрим, что же это за правила. Итак, все правила формируются вот по такой вот зонтичной системе, если хотите, потому что в каждой культуре, и в данном случае я имею в виду именно академическую культуру, да, есть свои собственные нормы. Поэтому, когда мы пишем и научились писать или научились читать статьи на русском языке в разных журналах, это совершенно не значит, что академическая культура, принятая в российском научном сообществе, она соответствует англосаксонской культуре, назову ее так. Это культура академическая на английском языке, поэтому здесь есть свои правила, и мы об этом немножечко поговорим, прям вот чуть-чуть затронем. Но это еще не все. Правила еще формируются не только культура академическая, но они еще формируются отраслью, поэтому, конечно же, если вы посмотрите, например, статью в математике, то она будет выглядеть совершенно не так, как статья, скажем, в истории, потому что и в той, и в другой области есть свои закономерности, свои правила. Есть определенные требования журналов, и они разнятся от журнала к журналу. Я вам тоже сегодня это покажу. Далее еще есть правила у жанров. Вы понимаете, что когда вы пишете статью, вот я сегодня не сказала тип статьи, я просто говорю просто статья, да, но ведь статей огромное количество. Бывают обзорные статьи, бывают исследовательские статьи, бывают практикоориентированные статьи, и все они имеют определенную цель, определенную читательскую аудиторию, определенный контекст, который накладывает тоже определенные жанровые характеристики, жанровые требования. Ну, например, мем, да, вот любой очень популярный мем, у него есть четкая структура, вы его узнаете, эту картинку, этот текст, потому что у него есть повторяющийся набор признаков, да, и мы всегда знаем, что вот это мем. Точно так же, как и в статьях, точно так же, как в текстах. Понятно, что, например, рецепт, он будет совершенно другого жанра, чем, скажем, эссе. Дальше, конечно же, в каждом жанре или в любом типе другом текста есть определенная структура, которая обоснована контекстом и целью, да, есть элементы некоторые контента подачи его, то есть шаги, так называемые moves, да, и от этого от всего еще и зависит тот выбор языка, который существует. И вот мы наконец-то дошли до языка, да, это выбор определенных слов, это выбор определенной терминологии, это выбор грамматики, это также выбор тех комментариев автора, которые обязательно должны быть в тексте с тем, чтобы облегчить понимание читателей. Первое правило. Прежде чем вы будете писать, вот у вас есть исследование, а дальше нужно выбрать журнал. Почему? Вы видите, написано, канадский журнал зоологии, а динозавру отказали, а динозавру отказали, потому что он не imaginary animal, потому что он не подходит под вот этот скоп журнала, они не пишут, они пишут только real creatures. Это действительно так, мне бы хотелось, чтобы запомнили этого динозавра, потому что у каждого журнала есть определенная область, в которой журнал работает, и поэтому где это можно узнать? Естественно, это можно узнать, прочитав про журнал. У каждого приличного журнала есть свой сайт, об этом написано. Но тут возникает вопрос, а как вообще выбрать, собственно, журнал, потому что мы с этого начинаем. Казалось бы, очень очевидные такие вещи, но я бы хотела все-таки проговорить. Конечно же, поскольку ученые любят обсуждать проблемы, поэтому точно совершенно говорить с коллегами полезно, от них можно узнать очень много всего. Библиотекари профессионально занимаются этим, поэтому они могут точно подсказать. У нас прекрасная библиотека, у нас очень большое количество подписок, поэтому тут точно можно получить профессиональную совершенно помощь. Ну а также работа, естественно, с базами данных по ключевым словам. Абсолютно точно это вы наверняка знаете и умеете делать. Еще один совет, который я бы дала, что если вы вдруг нашли какую-то статью, которая очень сильно подходит по вашей тематике, то посмотрите, пожалуйста, в каком журнале она напечатана. Таким образом вы, может быть, и выйдете в тот журнал, который очень близок по тематике вашему исследованию. И значит, есть небольшая гарантия того, что вы тоже подойдете журналу. Мало найти журнал, его нужно обязательно оценить. Вы наверняка слышали такую дискуссию про черный список журналов, про белый список журналов, про рекомендованные журналы, про журналы хищнические. И это достаточно давно уже идет в академическом мире дискуссия. Поэтому, конечно же, вам нужно смотреть на журнал, и это должны делать вы, как автор статьи. И нужно задавать себе такие вопросы. Какова репутация журнала, действительно, сколько ли он на рынке, индексирован ли он вообще, какой у него индекс, сколько занимает публикационный процесс. Если вам скажут, что пришлите нам, пожалуйста, мы опубликуем завтра, то, конечно, это несерьезно. Кто читатель у этой аудитории, подходит ли ваша тема журнала, какие требования к публикации есть. И тут очень много параметров, которые для вас могут быть релевантными, потому что иногда нужно опубликовать статью как можно быстрее. Поэтому, если публикационный процесс занимает, как в Nature, например, два с половиной года, то, наверное, это не ваш вариант. Возможно, нужно искать какой-то другой журнал, если у вас есть какое-то исследование, которым нужно срочно поделиться, например. Особенно это релевантно, скажем, для медицинских исследований, потому что это очень... или для компьютерных всяких вещей, потому что это очень быстро развивающиеся отрасли. Поэтому месседж в том, что нужно искать журнал, и потом его оценивать с тем, чтобы попасть в хорошие руки, в хорошую читательскую компанию. Вы выбрали журнал, теперь вам нужно подобрать тщательные источники. И люди почему-то думают и удивляются, когда они хотят опубликоваться в журнале на английском языке, в международном журнале, а среди источников литературы, в собственной библиографии, идут в основном русские работы. Это очень сложно для международной аудитории. Сложно проверить, те ли эти работы, есть ли они. Поэтому, конечно, нужно смотреть источники. Если вы выходите на международный глобальный уровень, они должны быть и на английском языке, и на других языках, не только на русском. И вот такой лайфхак. Конечно же, еще раз напоминаю, что журнальный бизнес – это бизнес. Возможно, вы и найдете какую-то работу в том журнале, в котором вы хотите опубликоваться, и можете процитировать ту работу, которая в этом журнале уже есть. Но под тщательно, я имею в виду немножко не это. У нас существует такой подход, объять-необъятное, к сожалению, что совершенно не соответствует подходу в англоязычном сообществе. Там литература подбирается не от самого царя Гороха, не вообще из широкой-широкой области, а только та литература, которая непосредственно относится к своей исследовательской проблеме. Поэтому на это нужно обратить внимание. Вот это вот я имею в виду под тщательностью. Каждому исследователю хорошо бы, конечно, знать, с кем он дружит. Поэтому иногда я, например, прошу, что сделать. Я прошу в Google написать ту тематику исследований, иногда даже название своей работы, и посмотреть, а что вообще даст Google. Те ли эти люди, те ли эти журналы, то ли это сообщество, в котором вы хотите опубликоваться. Его действительно нужно создавать, потому что это сеть людей, это сеть ученых, которые решают одну и ту же проблему с вами. Поэтому, конечно же, вы должны знать ключевых фигур в вашей области исследования и прочитать их работы, которые называются seminal papers, они обязательно должны быть. Конечно, вы должны знать об исследовательских центрах и лабораториях, известных, которые публикуются. У них есть различного рода reports, которые иногда открыты бывают, в открытом доступе. И это не совсем статьи, но это вещи, которые помогли бы вам понять, куда вообще движется ваша отрасль науки. Конечно, в каждой области есть ключевые конференции, самые известные, самые большие, самые такие reputable. О них тоже нужно знать. И очень здорово, если вы будете смотреть на те материалы, которые после конференции публикуются, хотя бы такие extended abstracts иногда публикуются, такие расширенные аннотации. Конечно, у вас должен быть лист основных журналов, поэтому нужно поискать журналы. Я об этом уже говорила. Их может быть несколько. Их нужно изучить, посмотреть, чем они отличаются друг от друга, так чтобы у вас был не один единственный журнал. Ну и, конечно же, должна быть своя, я так называю ее, инфосхема. Что это такое? То есть существует различное количество инструментов, где можно вот так вот хранить вот эти статьи, статьи, которые вы читаете, которые подходят под вашу тему. Да, это должны быть какие-то основные работы. Это обзорные статьи. Обзорные статьи очень важны, потому что они показывают перспективу развития исследований. Там очень много есть работ, поэтому с ними хорошо работать. с источниками, которые даны в библиографии для обзорных работ. Это вот как раз вот то чтение, которое, наверное, нужно. Конечно, нужно накапливать свои статьи, статьи свежие, такие связанные с тематикой, ваши и свежие публикации, с тем, чтобы быть в курсе того, что происходит сейчас в вашей области. Еще одно правило. Нужно не просто читать и накапливать статьи. Как я сказала, это не такая темная кладовая. Их нужно анализировать, эти статьи. И нужно анализировать не только с точки зрения темы, которая поднимается, но и нужно улавливать те тренды, которые есть, потому что, возможно, ваше исследование и подходит по тематике для того журнала. Но, допустим, на протяжении этого полгода там обсуждается совершенно другая тема. И поэтому это может быть причиной отказа, чтобы просто вы не попали в популярную тематику, в популярный тренд. Нужно обязательно, читая, смотреть на структуру и на язык. Если вы помните мой зонтик, о котором я говорила, и много-много слоев того, что нужно было бы знать, вот анализ такой пристальный языка структуры, он помогает при чтении. На что, например, нужно обратить внимание точно, когда вы читаете статью. На те типы статей, которые есть в журнале, и понимать, какую статью вы пишете. На структуру, я уже об этом сказала, я сейчас покажу несколько вариантов структуры. На заголовки и подзаголовки. Есть они, как они пишутся, стабильные ли они, везде ли одинаковые в каждой статье, или есть какая-то вариативность, или заголовков нет вообще. Тут вариант языка, который есть. Требуется ли обязательно американский вариант, или только британский вариант. Какая есть терминология. Мы не будем говорить долго про терминологию. Я скажу только одну вещь, потому что терминологию можно тоже говорить очень долго. Многие журналы сейчас выдают так называемые глоссарии с тем, чтобы люди не изобретали велосипед. И они использовали ту терминологию, которая принята в данном журнале. Потому что иногда журнал отражает ту научную школу, и он мог возникнуть в результате какой-то научной школы. И в этой научной школе принята такая-то терминология. И поэтому совершенно неправильно пытаться переводить русские термины на английский язык, потому что неизвестно, что выдаст вам Google Translate. Лучше читать и смотреть, делать собственный глоссарий. Это очень тоже полезная штука составлять такие глоссарии. Нужно изучить обязательно инструкцию для авторов и обязательно следовать ей. Вот смотрите, вот, например, есть журнал Clinical Researching Cancer, медицинский такой журнал. Посмотрите, у них вот написано, мы сопровождаем вас на каждом шагу, мы вам поможем. Все инструкции для авторов for your advantage. Поэтому они точно совершенно есть. И посмотрите, они абсолютно-абсолютно все, как происходит публикационный процесс, что нужно сделать, как сделать, на что обращать внимание, какой язык. Поэтому это очень важное чтение. Прежде чем даже вы дойдете до формирования собственного текста, вы должны понимать те правила, которые существуют в журнале. В чем они могут различаться? Например, они могут различаться в длине заголовков, в длине текста. И длина текста может быть абсолютно разной для разных типов статей. Длина аннотации тоже варьируется. Она может быть абсолютно разной, от 150 до 300 слов. И в это нужно уложиться. И в этом, кстати, есть еще и важная такая вещь. Я сейчас покажу вам даже так, чтобы не быть голословной, с одного журнала, что они пишут про это. Ссылочный аппарат, формат диаграмм. Вот каждый журнал задает вот эти параметры абсолютно точно сам. И они варьируются от журнала к журналу, варьируются от дисциплины к дисциплине. Вот, например, я покажу только стиль оформления. Вот посмотрите, пожалуйста, это одна и та же работа. Но я ее дала в трех стилях. Вот, пожалуйста, это стиль Chicago, это стиль MLA и стиль APA. Вот красненьким, видите, выделена как раз та разница, которая есть. Если вы внимательно посмотрите, то, казалось бы, ну какая разница? Но тем не менее, каждый журнал имеет свой собственный стиль. Как вы думаете, а сколько этих стилей? Их 250, вот Густави сделал вот такую вот книжечку. Вот она у вас, видите, здесь я сделала ее фотографию. И действительно devil in the detail. И поэтому на это важно обращать внимание. Потому что это важно и это очень раздражает редакторов журнала, потому что это соответствует требованиям. И если вы не способны сделать так, как требует журнал, то, возможно, у вас есть и какие-то ошибки, или вы невнимательны к методам и подсчетам своего собственного исследования. Казалось бы, такая мелкая вещь, но она характеризует автора. Что нужно делать? Конечно же, следовать рекомендациям, я об этом сказала. И вот, например, в журнале, смотрите, написано, если у автора большее количество слов, то эти работы даже не рецензируются. Unreviewed. Это серьезная такая штука. По поводу структуры. Вот посмотрите, структура бывает абсолютно разная. Наверняка вы знакомы с так называемой in-read structure, когда вот они песочные часы, introduction, message, results, discussion, conclusion. Но где-то есть, например, highlights, которые требуются, где-то есть abstract, который может быть текстовый, аннотация, может быть графический, может быть видео-абстракт, где-то, возможно, всякие supplementary materials и аппендиксы, где-то невозможны, где-то пишутся acknowledgements, где-то не пишутся. Поэтому все это нужно изучать. Есть и такая форма, когда идут четкие подсголовки, introduction, но там идет отдельно problem statement and research questions, это отдельные структурные элементы. Где-то отдельным элементом является literature review. Поэтому вот об этом можно узнать только читая. И нужно анализировать структуру. Мы не будем говорить про заголовок и аннотацию, потому что это важные вещи. Я пробегусь очень быстренько по типичным ошибкам. В introduction у нас, у российских ученых, очень часто очень длинные, мы начинаем издалека. В английском языке принято писать сразу по теме. Я уже говорила про терминологию и не очень ясную логику. Главное, что нужно сделать, это четкий должен быть исследовательский вопрос, вокруг которого подбирается и литература, вокруг которого формируются выводы, и вокруг которого потом строится еще и дискуссия. Ошибки в методах могут быть. Например, нам кажется что-то очевидным, но для читателя это не должно быть никаких пробелов. должна быть записана каждая деталь, потому что цель этой части работы показать, каким образом всем, чтобы другие ученые могли повторить ваш собственный эксперимент, повторить собственный опыт. В результатах иногда бывают неточности разного рода, или результаты не отвечают на вопрос, что же получилось. Идет просто перечисление результатов, а почему и как это связано с исследовательским вопросом, не очень понятно. Как бы не смешно смотрелось, иногда графики бывают с русскими символами и подписями. Вы знаете, что многие журналы требуют статьи, отдельно текстовые файлы, отдельно графики. И вот люди забывают почему-то, что они были, допустим, в их российских работах, напечатанные с русскими символами, и посылают. Это, конечно, тоже не дает бонусов никаких репутации автора. Не буду останавливаться на этом. Я только подчеркнула одну. Я уже говорила, что дискашн – это одна из самых сложных частей статьи. И она занимает, смотрите, гораздо больше по количеству мест, чем, скажем, introduction. Поэтому это важно. Почему нужно смотреть на язык в дисциплине? Потому что количество цитат, дефиниций может быть разным. Где-то не принято совершенно вопросы, где-то они приняты. Где-то принято писать, употребляя местоимение первого лица, единственного и множественного числа. Где-то же это не принято. Но сейчас тенденция все-таки более идет к тому, чтобы понятно было, кто автор. И не надо прятаться за пассивным залогом. Поэтому вот это нужно обязательно изучать. И это можно изучать только через чтение. Скажу немножечко о культурных моментах. Вам загадка. Напишите мне, пожалуйста, в чате, каково изложение мысли, какая из диаграмм первая, вторая, третья, четвертая, пятая или шестая является российской, какая является англоязычной, англосаксонской. Модель развития мысли. Так, кто-то уже ответил. Шестое РФ, четвертая российская, пятая английская. Четвертая РФ, вторая английская. РФ первая, третья, четвертая российская. Ой, как я обожаю, когда очень много разнообразных ответов. Я вас долго не буду мучить. Я вам дам сейчас сразу ответ. Посмотрите, английская модель – это прямая. Скажи, что ты собираешься сказать. Скажи это, скажи, что ты сказал. Это абсолютно вертикальное движение мыслей. Чем отличается от российского изложения мыслей? Мы начинаем по теме, потом мы отходим в сторону. Нам кажется, что это какая-то новая информация. Мы пропускаем какую-то информацию, отходим в другую сторону. И только в конце мы возвращаемся к тому, о чем мы начали. Поэтому, когда человек привык к вот такому вертикальному движению мыслей, то, конечно, наш текст с большим количеством информации дополнительной, такой background information, он просто не читается. Вот это вот как раз и говорит о логике изложения. И на самом деле есть еще одна культурная особенность. То есть в англосаксонской традиции, которая идет от Аристотеля, принято всю ответственность за текст возлагать на автора. То есть автор ответственен за то, чтобы текст был понятен. В российской же традиции это совершенно наоборот. Нужно написать так, чтобы показать уважение читателю, который сам может делать какие-то выводы, читая текст. Поэтому это тоже культурная особенность. Что в английском языке скажу об уровне абзаца? Это очень важная вещь, потому что абзац – это такая базовая единица движения мысли. И он немножечко не такой, как в русском языке, потому что он имеет форму бутерброда и излагается от общего к частному, от простого к сложному, от темы ремы. То есть мы берем читателя за руку и ведем его. Поэтому мы начинаем с главной мысли, потом мы ее подтверждаем, эту мысль, еще больше подтверждаем, комментируем. И потом делаем такой второй бутербродный кусочек хлеба, который так или иначе соотносится с topic sentence, с нашим. Вот такое развитие абзаца идет. Каковы же ошибки русскоязычных авторов, которые связаны с нашей культурой? Когда мы даем несколько идей в одном предложении. И предложения у нас очень длинные. Да, это может быть прекрасно у Льва Толстого, но это не тот жанр статья, да, это совершенно другой регистр. Поэтому давайте запомним, что для того, чтобы вас правильно читали, это одна мысль, одно предложение. У нас многофокусные абзацы, то есть нет так называемой unity. Это когда очень много идей в одном абзаце, и идей брошенные. Нет такого линейного развития мысли. Соответственно, если у нас брошена мысль, нет доказательства, то есть аргумент не подтвержден чем-то. И вот эти брошенные мысли, они ведут, поскольку есть такие вот gaps, вот как на рисунке вам показывала я, да, эти предложения не очень связаны, очень много слов ненужных, которые не дают ясности, и голос автора не видно, непонятно, кто это сделал, что это, потому что очень много пассивного залога. Вот это вот эти трудности, которые нужно, естественно, избегать. Поэтому одна из стратегий, одни из правил, это дайте поцелуи вашему автору, вернее, вашему читателю, пишите коротко и ясно, и он запомнит, и он будет с вами, потому что если ему что-то непонятно, то, естественно, он читать не будет, и он просто бросит. Последнее к вам задание. Вот смотрите, по поводу того, что бросит или не бросит. А когда он бросит? Вот смотрите, есть длина предложения, 7 слов, 17, 27. Как вы думаете, процент понимания будет какой? Если 27 слов, как вы думаете, сколько автор поймет? 5, практически 0, 5, 10, 10, 15. Ну, то есть разные результаты у вас, да? Да, это интересно. Итак, это исследование, да, посмотрите, пожалуйста. То есть если предложение составляет 7 слов длиной, да, то без того, чтобы повторно пойти и прочитать его начало, да, ты еще его не забыл, 96% попадания. Но если 27 слов, то 4% всего понимания текста. Откуда делаем мы какой вывод, что предложения должны быть у нас не больше 20 слов, да? И поэтому я всегда говорю, что если у нас предложение занимает более чем две строчки, что-то неправильно с этим предложением на английском языке, его нужно делить. И, в общем, оно нечитабельное. Поэтому помните, пожалуйста, про эту цифру. Я заканчиваю. Проверяйте работу тщательно, используйте ресурсы. Их сейчас очень много, всяких ресурсов, которые помогают. Для начала я всем, например, советую включить вообще стелл-чек в Microsoft. Он прекрасно работает, он становится все лучше и лучше, подчеркивает грамматику. Кстати, подчеркивает пассивный залог. И подчеркивает, естественно, неправильные слова. Я понимаю, что я вас так вот просто вух и провела. Но, собственно, можно на каждом из аспектов останавливаться достаточно долго. Но идея была дать вам какие-то базовые такие вещи. Что бы я хотела, чтобы вы вынесли с этой лекции сегодняшней? Нужно четко формулировать исследовательский вопрос или задачу. Нужно, конечно же, постараться следовать той логике, которая ожидается англоязычным читателям. Это скажи то, что собираешься сказать, скажи это, скажи, что ты уже сказал. И, конечно же, не бросать вещи. Если у вас есть аргумент, какой-то тот месседж, который вы хотите передать, то он должен быть подкреплен данными, вашими выводами и так далее. Нужно обязательно правильно выбирать журнал и строго следовать рекомендациям журнала, которые есть. Но также все-таки любить рецензентов. И я сказала уже, почему. Меня попросили ваши коллеги сказать, а где можно вообще, собственно, поучиться. Чем я люблю ученых, они любят учиться. И это прекрасно. Поэтому в Центре академического письма есть сайт. И если вы посмотрите на мероприятия, то тут очень много мероприятий, в том числе доступные для студентов. А для студентов у нас доступны семинары, которые проходят на английском языке два раза в неделю. Поэтому следите за теми семинарами, которые есть. Плюс к этому у нас есть превосходный совершенно ресурсный центр онлайн, где у нас по категориям разбиты полезные ссылки. Если вы хотите проверить, например, свой уровень английского языка, пожалуйста, вот он, тест есть. У нас есть ресурсы, связанные с грамматикой, с лексикой, с пунктуацией, чего угодно. А еще у нас есть ресурсный центр в нашем, на Покровском бульваре, в G505. Приходите, пожалуйста, у нас там есть много работ, с которыми можно поработать. А еще можно получить бонус. Мы дарим тетради, это self-study тетради, которые связаны как со структурой статьи, так и с какими-то очень тонкими аспектами в качестве функционального языка и так далее. Это те люди, которые любят работать сами. Там есть ключи и пояснения. Это вот такие для автономных абсолютных исследователей. Приходите, пожалуйста, будем рады поделиться. А также обязательно подписывайтесь на наш YouTube-канал, где есть семинары на различные темы. И эти темы все связаны с развитием навыков научного письма, которые помогают в успешной публикации. Также у нас есть еще и на канале Medium блог. Поэтому читайте, присоединяйтесь к нам. Не могли бы вы рассказать, что такое графический абстракт? Вы знаете, вот у нас был недавно семинар, в том числе и про графические абстракты. Дело в том, что сейчас в моде мультимодальные тексты. Мультимодальные – это значит, которые апеллируют к разным каналам. Поэтому это инфографика, когда вы исследования показываете в виде, я бы сказала, постера, что ли, когда есть данные, таблицы. То есть вы выкладываете частично текстовые вещи, но в виде рисунка. Это вот графический абстракт. Пожалуйста, действительно, приходите в центр, пользуйтесь ресурсами, и это было бы замечательно. Спасибо.